Здравствуйте дорогие друзья и уважаемые наши подписчики вы на канале Акваградус с вами ведущий Андрей и сегодня у нас презентация пивоварни Акваградус. Друзья мы себя позиционируем как производители самогонных аппаратов, а также пивоварен. И сегодня мы презентуем один из вариантов нашей пивоварни на основе куба унирсау, заторного бункера и системы циркуляции при помощи насоса. На нашем сайте уже ранее была представлена пивоварня на основе парогенератора. В данной комплектации она является как пивоварней, так же на пару удобно перегонять густые зерновые браги. Сегодня у нас вариант немножко другой системы. У нас идет нагрев при помощи электротена, будет заторный бункер при помощи которого мы будем промывать дробину, а также ее извлекать более удобно. И система циркуляции при помощи которой мы гоняем сусло снизу вверх. Таким образом происходит максимальная промывка и осахарение нашего будущего пива. Данная пивоварня особенно будет актуальна тем, кто уже имеет наш куб универсал. Приобретая дополнительный бункер и систему циркуляции, вы делаете с вашего куба полноценную пивоварню. Друзья, на нашем канале уже есть более подробные обзоры нашей емкости универсал, также обзор бункера заторного. И на данных позициях мы уже сделали достаточно много перегонок, как при использовании емкости универсал, так и при использовании данного бункера. А сегодня у нас будет более подробный обзор системы фильтрации и затирания сусла. Произведем сборку полного комплекта пивоварни и сделаем такой тестовый прогон на воде, для того, чтобы убедиться, что все отлично работает. А в следующем ролике мы будем варить вот этот замечательный американский Эль на данном оборудовании. Давайте же рассмотрим, из чего состоит система для фильтрации и затирания сусла. Прежде всего, система состоит из высокотемпературного, рассчитанный до 105 градусов, бесщеточного центробежного насоса с рабочей головкой из пищевого полиэтилена. К насосу идет блок питания и кнопка включения, мощность его, производительность где-то в 800 литров в час. Заявленный производительным срок службы 40 тысяч часов. Насос комплектуется адаптером 220 на 12 вольт, что обеспечивает абсолютно безопасное пользование данной системы. У вас нет прямого контакта на 220 вольт, есть разъем для включения-выключения насоса. И непосредственно в районе бака вы пользуетесь 12 вольтами, что в принципе очень безопасно. В комплект входит переходник между сливным краном и непосредственно насосом. Очень удобно сделано, что переходник комплектуется полторадюймовым клампом. При помощи данного переходника очень удобно устанавливать и снимать данную систему. С обратной стороны насоса устанавливается уголок на 90 градусов и переходник на 12 трубу для того, чтобы впоследствии одевать силиконовый шланг. Шланг с запасом. Это сделано для того, чтобы данную систему вы могли установить на емкость любого размера. Данный шланг изготовлен из медицинского пищевого силикона, что обеспечит вам идеальное качество продукта. В комплекте также два хомутика для фиксации данного силиконового шланга. Также в комплекте вот такая переходная дуга между емкостью универсал, ее крышкой и непосредственно всей системой насоса. Очень удобно то, что здесь есть выход под термометр. При помощи данного термометра мы можем более точно контролировать температуру нашего сусла, который здесь протекает. Данная система имеет орошитель для того, чтобы наше сусло будущее равномерно распределялось по поверхности нашего затора. Также данный комплект комплектуется непосредственно электронным термометром и системой трубочек для герметичного соединения. В комплект также поставляется дополнительный хомут и силиконовая прокладка для того, чтобы установить данную дугу на крышку куба универсал. И в комплект поставляется фум-лента для обеспечения герметичности всех резьбовых соединений. Итак, друзья, давайте все это соберем на наш куб универсал и прогоним в тестовом режиме на воде. Приступим к сборке. Первое-наперво, это нам необходимо уплотнить все резьбовые соединения. Начнем с насоса. Друзья, прошу обратить внимание, что насос пластиковый, поэтому не прилагайте огромных усилий. Необходимо все сделать от руки. Можно немножко помочь ключом, но без фанатизма, чтобы не поломать. Обязательно необходимо все это герметично собрать, потому что, сами понимаете, дальше будет сладкое сусло. Сладкое, значит липкое. И желательно, чтобы оно, конечно же, нигде не протекало. И так же герметизируем вот это резьбовое соединение, которое мы непосредственно вкрутим в наш сливной кран. Открывая и закрывая кран, мы будем регулировать количество нашего сусла, которое будет протекать через насос. На насосе регулировки нет, регулируется только с помощью данного крана. Итак, друзья, все резьбовые соединения мы загерметизировали. Собственно, они такими остаются теперь на постоянно. И теперь посредственно сам процесс сборки и разборки системы. Устанавливаем прокладку и одеваем нашу орошающую дугу. Затягивать сильно не буду, для того, чтобы она могла поворачивать. Далее также через прокладку устанавливается насос и подтягивается хомутом. Теперь необходимо по месту отмерить данный силиконовый шланг. Этот силиконовый шланг служит своеобразным диоптером, своеобразным смотровым окном, для того, чтобы наблюдать, течет ли у нас вообще сусло, какой частоты она течет. Осталось установить термометр и поверить всю нашу систему в действие. Термометр устанавливается таким же образом, как и на все наши аппараты. Герметизация происходит при помощи двух трубочек, которые идут в комплекте. Один мы одеваем прям непосредственно сверху на трубочку. Как это работает? То есть у нас заторная емкость помещена в наш бункер. В нем находится солод. Предварительно мы залили воду в определенных количествах. Сусло стекает с бункера в нижнюю часть емкости. Далее мы забираем сусло при помощи насоса и регулировочного крана. Забираем его по трубке через термометр непосредственно на верхнюю часть нашей емкости. И происходит орошение в верхней части бункера. Таким образом происходит непрерывная циркуляция нашего сусла с нижней части емкости наверх корзины. И максимально качественно происходит процесс осахаривания. Как мы варим пиво при помощи данной системы? У нас есть инструкция для данного набора. Мы набираем определенное количество воды. Доводим до температуры необходимой нам для момента внесения солода. Опускаем бункер. Засыпаем наш солод в заторную емкость. В наш куб универсал. И включаем насос. Насос гоняет будущее сусло по кругу. Промывает все сахара. И мы проходим все температурные паузы при помощи нагрева. То есть мы греем электротеном, который также установлен нижнюю часть емкости. Нагрев включается не максимальный, а на половине мощности. Это для того, чтобы первые части сусла еще не осахарены. Они с содержанием крахмала, чтобы не было пригорания, чтобы не было прилипания. Рекомендуется не использовать максимальный нагрев. А небольшой для того, чтобы равномерно все это подогревать. Мы проходим все наши температурные паузы согласно рецепту приготовления пива, либо вашему рецепту. Далее, когда мы прошли все температурные паузы, мы останавливаем процесс циркуляции. Разбираем систему. И вытаскиваем наш бункер. И промываем промывочной водой остаточные сахара с нашего солода. Далее, можно разобрать всю эту систему. И непосредственно в самой емкости мы варим наше пиво. Мы вносим хмели, мы вносим ирландский мох. Согласно также инструкции по приготовлению пива. После того, как мы пиво сварили, его необходимо остудить. Остужение происходит при помощи чиллера. Это устройство для максимально быстрого и качественного охлаждения нашего будущего пива. Как только мы наше будущее пиво, наше сусло охладили до температуры внесения дрожжей 25-27 градусов, мы сливаем. Сливать, кстати, также можно при помощи этой системы. Можно самотеком, а можно при помощи насоса. И помещаем в нашу бродильную емкость, вносим дрожжи и отправляем на брожение. Вот так вот при помощи данной системы можно делать пиво. Если остановиться на процессе до варки пива, то мы можем слить наше пиво непосредственно в заторванную емкость. И это у нас будет постановка браги по белой схеме. В принципе, варка пива от постановки по белой схеме отличается тем, что сусло, которое мы сделали, мы варим и вносим в хмели. А в приготовлении виски мы просто сливаем данное сусло и отправляем его до варки на брожение. Теперь осталось нам тестово прогнать, что рекомендую всем сделать после сборки конструкции. Для того, чтобы у вас не возникло каких-то нештатных ситуаций. Мало ли что-то где-то негремитично, где-то что-то спало. Вот смотрите, какой поток. И сейчас я буду регулировать кран. А через нашу силиконовую трубку мы будем наблюдать качество фильтрации нашего сусла. Мы здесь будем видеть красивый золотистый цвет в данном случае. А если мы будем варить какой-нибудь темный портер, то, естественно, цвет будет очень-очень темный, такой карамельный. А в следующем видео мы с вами сварим вот этот пивной набор, который также представлен на нашем сайте. Кто не хочет пропустить данное видео, жмите на колокольчик и обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. С вами был Андрей и компания Акваградус. Всем до следующих встреч. Варите пиво вместе с нами.